Ну у нас есть следующий гость, это Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг. Мы говорим о ситуации на Южном фронте. Наталья, доброе утро. Слава Украине, доброе. Героям слава. Героям слава. Наталья, расскажите, как прошла ночь на Южном фронте, можно ли утро назвать добрым на этом участке? Мы все равно верим в лучшее, поэтому утро должно быть добрым для того, чтобы мы имели силы бороться дальше с врагом. Ночь была неспокойной, враг продолжает обстреливать и правобережную Херсонщину, и противоположный берег Днепробукского лимана на Чаковском направлении тоже пытаются таким образом давить. И, к сожалению, продолжает использовать не только артиллерию, и также ударные дроны, летательные аппараты разведывательного типа, для того, чтобы собрать максимальную информацию о возможных последующих ракетных и дроновых ударах. Мы наблюдали определенное затишье в этом отношении, оно было вызвано в том числе и плохой погодой. Как только погода более-менее нормализовалась, мы видим, что враг активизировал и дроновые атаки, и, в принципе, достаточно вероятными остаются и ракетные. Наталья, вы знаете, мы часто в нашем эфире говорим, в том числе и с вами, о террористической сущности российских оккупантов, о том, что они бьют по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, по остановкам, по рынкам, по местам скопления гражданских людей, где нет никаких абсолютно военных целей. И вот как пример, это последний удар ракетный по Львову, по жилому дому, огромное количество погибших, огромное количество раненых, пострадавших людей. При этом российские пропагандисты, они продолжают рассказывать своей аудитории о том, что вот там было какое-то скопление, какой-то штаб, какой-то склад, хотя даже на их кадрах видно, что это жилой дом. Кроме того, путем использования сети интернет это легко проверить, учитывая то, сколько информации сопутствующей появляется после таких ракетных ударов. Но если отодвигать в сторону, я, знаете, пытаюсь найти это просто логическое объяснение, какой в этом военный смысл? Ведь они, по большому счету, тратят снаряды не на то, чтобы улучшать свое военное положение, а на террор цивильного населения. Если заглянуть в глубину их пропаганды, становится понятным, что они пытаются атаковать в том числе регионы, которые вкладываются в их пропаганду, либо как те, которые являются сосредоточением нацистской сущности, либо как те, которые являются сосредоточением помощи Запада, то есть сосредоточением оружия и даже среди жилых домов, как они утверждают, прячутся наши установки и противовоздушной обороны, и будущие поставки на линию фронта непосредственно. Ну и кроме того, эта попытка перенастроить население Украины против власти государственной, потому что их нарратив о нацистском режиме все еще зиждется как раз на тех стопах, которые они расставили, что Украина находится под тлетворным влиянием Запада. Да, вот в догонку ваших слов, недавний удар по Одессе, по портовой инфраструктуре, по мнению российской пропаганды, там тоже сидели нацисты в портах? Вероятно, в зерновом терминале, как раз вот в резервуарах с зерном, которые, в общем-то, и пострадали, но пострадали они не очень сильно, благодаря тому, что тщательно отработала система противовоздушной обороны, и только обломками дронов довелось все-таки их куда-то деть, когда были сбиты, и только обломками были повреждены вот эти резервуары. Но восстановительные работы ведутся, однако сам факт направленности такого количества и не в несколько волн этих дронов в направлении как раз портовой инфраструктуры. Порты во всех государствах являются объектами критической инфраструктуры. Это как раз говорит о террористической сущности страны, которая пытается всеми силами переубедить мировое сообщество, что Украина не способна обеспечивать безопасность работы зернового коридора. Ну это же явный факт того, что это не Украина не способна обеспечивать безопасность зернового коридора, а то, что Россия делает все для того, чтобы этой безопасности не существовало как таковой, и это касается не только зернового коридора. Но если говорить о нем, Россия в очередной раз заговорила о том, что не собирается продлевать зерновую сделку. Могут ли такие удары свидетельствовать о том, что она из этой зерновой сделки собирается не просто выйти документально, переговорчески, не знаю, дипломатично, если можно так выразиться, но просто путем того, что выведет из строя ту инфраструктуру украинскую, которая непосредственно обеспечивает функционирование этой зерновой сделки? Нельзя в абсолюте исключать такие задумы врага, потому что, напомню, кроме того, что шантажируют выходом из зерновой сделки сейчас со своей стороны, они пытаются продвигать и продажу своего собственного сельскохозяйственного продукта, и зерна в том числе, и даже того, которое намародерили на Херсонщине и в других южных регионах, и пытаются сейчас вывозить через Азовские порты. Поэтому тут понятно, что разрушение инфраструктуры портовой – это тоже им на руку, поскольку они пытаются, все еще пытаются обозначить Черное море как, собственно, свое для использования в своих интересах. Расскажите, пожалуйста, об обстановке на левом берегу Днепра, чем там занимаются российские оккупанты, российские войска. Подтягивают ли туда резервы? В подтягивании резервов у них пока нет необходимости. Их сосредоточение там достаточно густое и насыщенное. Они продолжают маневры своими подразделениями, потому что морально-психологический дух оккупантов серьезно упал с момента вагнеровских попыток переворота. И после этого, когда началось более активное движение силы обороны юга на запорожском направлении, в том числе для них, для оккупантов это стало очень печальным событием, потому что они понимают бесперспективность своего нахождения на левом берегу. И в момент, когда произошла катастрофа на Каховской ЭГС, они были даже несколько рады тому, что откинуты на дополнительные рубежи обороны, там, где более надежно укреплено, там, где дальше от самой линии фронта. И, в общем-то, возвращаться не собирались. Но сейчас в связи с активизацией действий силы обороны на Днепровском направлении военно-политическое руководство России требует возвращения на первый рубеж обороны. Сейчас там оккупанты снова пытаются его восстановить после отошедшей уже высокой воды. И разминирование такое стихийное, которое создалось после раскидывания их же минных укреплений по разным территориям для них тоже составляет определенную проблему. Плюс усиленная работа нашей артиллерии. Мы продолжаем контрабатарейную борьбу. И говорили уже о том, что только за первую неделю июля нам удалось уничтожить около 300 оккупантов и 400 единиц техники. Поговорим о том, что происходит в Крыму. Ранее милитарий медиа-центр Примин обороны Украины сообщал, что россияне проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной части полуострова, а также усиливают защиту крымских перешейков. К чему готовятся? Мы помним, как они пытались укрепить юг, когда рыли песчаные окопы и ошивали их древесиной. А потом игра в песочек всем непорядком надоела, и бюджетные средства были благополучно закопаны в этот же самый пляжный окоп. Так и сейчас это выглядит, как хорошая мина при плохой игре, когда нужно убеждать население, что власти что-то делают, каким-то образом о них заботятся, и укрепления создаются. Снова не стоит забывать о том, что выделение средств на оборону, достаточно большой оборот бюджета, и коллаборанты, которые уже в принципе отправили свои семьи с этих территорий, и какую документацию вывозят, свидетельства своих преступлений за годы аннексии, они четко понимают, что сейчас необходимо нажиться на всем том, на чем можно нажиться. Поэтому вот эта игра в оборону, по-другому ее назвать невозможно, она в принципе достаточно символична. Нужно что-то делать, а поможет или нет, ну такое. Ну и эта символичная игра наверняка будет на руку вооруженным силам Украины, когда они будут освобождать украинский Крым. Спасибо вам за информацию. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг, говорили о ситуации на Южном фронте. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.